АЛЕКМЕНСКО Местные жители с почтением и с любовью относятся к реке. В знак уважения на набережной города Алёкминска даже установлен монумент – памятник Лени. Чуть поодаль, с успехом действует речной порт, а из аэропорта взмывают в небо самолеты. Начало освоения золотых месторождений в Алёкминском районе дало толчок в развитии земледелия и скотоводства. Так, за Алёкминским районом закрепился статус сельскохозяйственной житницы Якутии. Благодатная Алёкминская земля славится залежами драгоценных металлов и полудрагоценных камней. На территории района освоена промышленная добыча рудного золота. Ведущее золотодобывающее предприятие в районе – Нерингли Металлик, которое почти два десятка лет добывает золото на месторождении «Тёмное Таборное», а с 2014 года начало разработку нового месторождения «Гросс». Производство драгметалла – первостепенная задача Нерингли Металлик. Но для предприятия важно ещё и участие в жизни района. Поскольку рудник входит в состав международной золотодобывающей компании «Норд Голд», он ведёт активную благотворительную деятельность в рамках социальной политики компании. Поддержку местному сообществу рудник Нерингли осуществляет в рамках соглашений о социально-экономическом партнёрстве в сотрудничестве с администрацией Олёгминского района, Тянского национального наслега, а также кочевой родовой общиной Тяня. За последние четыре года сумма помощи составила 16 миллионов рублей. А к концу 2018 года, к моменту окончания действия соглашений, она достигнет почти 25 миллионов рублей. «Мы сконцентрированы не только на производственных задачах. Нас волнует социально-экономическое положение той территории, на которой мы работаем. Для нашего предприятия стало доброй традицией помогать Олёгминскому району, Тяньскому национальному наслегу и проживающим в нём оленеводам». Финансовую помощь от Нерингли Металлик руководство района направляет на решение острых социальных вопросов. Например, сегодня в Олёгминске отмечаются очереди в детские сады. Городская школа номер один переполнена, вмещает себя на 150 учеников больше, чем положено. При этом демография остаётся положительной. В районе 800 многодетных семей. Это, конечно, отрадно, но проблемы перегруженности школ, очередей в садике требуют срочного решения. Нерингли Металлик, то, что по нашему соглашению выделяется финансовая помощь, мы их ежегодно рассматриваем, куда бы их направить. Мы последние финансовые средства направили на строительство школы сада в селе Марха. Объекты стоят сейчас серьёзные суммы, но вот это вот доля вклада в Нерингли Металлик. Если мы не будем создавать условия для молодёжи, чтобы где-то было детям учиться, воспитываться, этой деревни просто не станет. Здание начальной школы и детского сада в селе Марха было построено в 85-м году прошлого века. За 30 с лишним лет оно изрядно вветшало. Стены, пол поражены грибком. Из года в год коллектив борется с ним, обрабатывает специальным раствором, но результата нет. Ежегодный косметический ремонт помогает спрятать обветшалость лишь на время, а капитального ремонта в школе не было ни разу. Прохудившаяся крыша в тёплое время пропускает сквозь себя дождь, а деревянные рамы окон не держат тепло холодными зимами. Новое здание стало мечтой коллектива – родителей и детей. Сегодня Мархинскую начальную школу посещают семеро ребятишек. Учатся с первого по четвёртый классы, а после продолжают обучение в Урицкой школе-интернате. Уже во втором классе дети начинают изучать английский и якутский языки. С большим удовольствием посещают уроки «Культура народов Республики Саха». Те, что постарше, с усердием вышивают якутские узоры бисером на рукавицах. Первоклассники выполняют задание более простое – раскрашивают эскизы национальной посуды. К каждому ребёнку прививается любовь к родной земле, уважение к национальным традициям, к культуре народностей Республики. Геопия Акутии состоится из круга, а внутри него расположен древний всадник сознания, а наверху него расположены семь кромбиков, обозначает единство народа, которые проживают на Саха. В Якутии – это Сака, Русские, Эвены, Эвенки, Чубчи, Далганы и Юкагира. Учителя уверяют, что успеваемость в Мархинской школе почти стопроцентная. Учиться она хорошо и отлично здесь старается каждый ученик. Например, четверокласснику Кириллу знания необходимы, чтобы осуществить свою заветную мечту, которая непременно должна сбыться. Я хочу стать учёным. Когда я стану учёным, я сделаю лекарство, чтобы люди не старели. Мархинскую начальную школу соединили с детским садом ещё в начале 2000-х. Сюда принимают малышей, как только им исполнится, один-два года. Дошколята и школьники совместно проводят праздники, играют, ходят на прогулки, вместе обедают. За небольшим столиком с трудом умещаются малыши и ребята постарше. Но от этого становятся более сплочёнными. Все они с нетерпением ждут открытия новой школы, которую начали возводить рядом с ветхим зданием действующей школы. Шестилетняя Валерия в первый класс пойдёт уже в новую школу. Воспитатель в детском саду профессионально подготовил будущую школьницу. Валерия Бойко считает, ловко читает детские книжки. Девочке вместе с мамой довелось посетить строящееся здание новой школы. Валерия с присущим детям любопытством разглядывала стройку и представляла, где же будет располагаться её класс. Долгое время коллектив школы-сады ходатайствовал о строительстве нового здания. И вот в декабре прошлого года мечта стала реальностью. Началось возведение новой школы. К сегодняшнему дню здание уже построено. Осталось выполнить работы по внутренней отделке. Сейчас в спешном порядке подвозится строительный материал. Ведь с началом весенних паводков до села Марха не будет дорог. С приходом тепла строительство долгожданной новой школы продолжится. В этой части здания будет располагаться детский сад. Группа детского сада, спальня, кухня, столовая, медицинский кабинет, библиотека. В другой части здания будет располагаться начальная школа, учебные комнаты, кабинет директора, учительская. Будет холл, который нам будет служить, спортзалом и местом для проведения мероприятий. А еще мы будем в новой школе играть, петь, рисовать. А ты как думаешь, где будет библиотека? Здесь. Алена, а вот здесь будет наш класс. Мы намерены открыть новую школу 1 сентября. И очень надеемся на то, что первый звонок в 2017 году прозвенит в новой школе. Еще одним значительным вкладом Неринг и Металлик в развитие инфраструктуры Алекминского района стало софинансирование строительства жилого дома для молодых специалистов в селе Урицкое. В Урицкой средней школе учат не только местных ребятишек, но и детей из близлежащих сел, которые проживают в учебное время в интернате. Сегодня в школе обучается 35 детей с 1 по 11 класс. Информатику и математику в старших классах преподает молодой педагог Иванна Захарова, которая три года назад оставила шумный город и приехала в Урицкое. Получилось у меня приехать и здесь как бы работать. Своими девчонками, получается, с учителями. Снимаем дом здесь, в одном доме, втроем живем. Пока молодому специалисту приходится жить в съемном доме, самой колоть дрова, таскать воду. Особенно такие условия сложны зимой. К тому же съемный дом старый, тепло не держит. И выстывает так, что приходится ходить в нем в унтах. В перерывах между уроками Иванна спешит домой, чтобы протопить печь, а потом снова бежит к своим ученикам. В просторном спортзале Урицкой школы даже после уроков не смолкает звук мячей. Слышится команда учителя. Дети не слоняются по селу от безделия. Большой популярностью у ребят пользуется якутский национальный вид спорта масс-рестлинг. Команда школы по этому виду спорта занимает призовые места в районных соревнованиях. И в этом заслуга молодого педагога Александра Александрова. Послушные, спокойные дети. Способные. В спортивном плане. В ноябре ездили на соревнования по масс-рестлингу в районные. Там призовые места заняли. Трое из семи. Александр также после получения диплома приехал в Урицкое работать учителем. Молодому специалисту работа с детьми в удовольствие. Не устраивают только условия, в которых приходится жить. Значительной статьей расходов считает он покупку дров. Их в зимнее время приходится покупать часто. А одна машина дров стоит почти 10 тысяч. Сумма для учителя приличная. И Александр, и Иванна с нетерпением ждут, когда же им вручат ключи от квартир в новостройке. Заселение молодым учителям Урицкой школы обещают этим летом. Как только дом подключат к центральному отоплению и выполнят внутреннюю отделку в квартирах. Большие надежды на этот трехквартирный дом возлагают не только учителя, но и весь коллектив. Родители и дети. Ведь удержать молодых специалистов на селе могут только комфортные условия проживания. На нашей территории большие промышленные предприятия работают. Но мы надеемся, что мы с ними вместе будем развиваться. Общая территория давно сблизила кочевую родовую общину Тяня с компанией Нерингремитарик. Золотопромышленники активно участвуют в жизни села Тяня. Помогают оленеводам, которые кочуют за своими стадами. Кроме этого, тянские жители имеют возможность найти на предприятии работу. С кочевой родовой общиной Тяня нас связывают давние добрососедские отношения. Со своей стороны мы оказываем помощь оленеводам продуктами, горючим, транспортам, вертолетам и вездеходам. Считаем важным и то, что местное население имеет возможность трудоустроиться на нашем предприятии. Так же, как и в Урицком, в Тяне был построен дом для молодых специалистов, на строительство которого была направлена финансовая помощь от Нерингремитарик. Двухквартирный, просторный дом для молодых специалистов уже готов. В нем даже есть необходимые бытовые приборы, кровати, столы, посуда, кухонная утварь и прочие нужные на первое время в быту вещи. Осталось только дождаться так необходимых специалистов. В школе не хватает учителя физики, истории, химии. В больнице у нас не хватает медработников, но мы специально рядом с этими учреждениями построили вот этот дом. Со всеми удобствами. Что построить? Да, денежные средства, конечно, нам по соглашению выделила Нерингремитарик, бюджет республики, района и немножко мы самым муниципальное образование добавили. И вот получился такой дом. Этот дом обошел где-то 8 миллионов. Пока же уютный, теплый дом пустует в ожидании жильцов. Вопрос нехватки молодых квалифицированных кадров стоит остро. И решение его видится за счет строительства комфортного, благоустроенного жилья. В общем, помощь Нерингремитарик играет важную роль в жизни далекого села, спрятанного в непроходимой тайге. Кроме вложений в строительство дома, хорошим подспорьем стала поддержка компании в обучении молодежи. Мы вот два-три года назад из денег, которые нам выделяют по договору, по соглашению Нерингремитарик, утили своих студентов. В степени платили на платной основе, в высшего учебных наведениях. Золото добывающая компания Нерингремитарик зарекомендовала себя в Олегминском районе как надежный помощник в решении социальных вопросов в отдаленных якутских селах. Отрадно ощущать свою причастность к таким социально значенным проектам, как строительство новой школы и детского сада в селе Марха. Строительство жилых домов для молодых специалистов в Урицком, Дельгее и Тяне. Такое взаимодействие с местным сообществом давно стало доброй традицией рудника Нерингри. Улучшить жизнь на земле, которая, как говорится, кормит нас и одевает – вот приоритетная задача добывающей компании. И это больше, чем золото.